Совсем скоро за эти парты впервые сядут первоклассники. На покупку мебели было потрачено порядка полумиллиона рублей. Высота парты стульев регулируется, гарантируя комфортное пребывание на уроках. Полностью укомплектован и персонал. По словам директора, в четвертой школе нет дефицита учителей. Они уже приготовили для своих воспитанников методические материалы и освоили новые интерактивные доски. Особое внимание в школе уделяют здоровому образу жизни. В связи с тем, что мы попали в программу самбо в школе, мы решили, что здесь должен быть очень хороший, современный и удобный для детей зал. Малый спортивный зал был полностью отремонтирован. Здесь занимаются борцы из спортивных школ. Изменения видны и в основном в спорткомплексе. Осталось лишь отремонтировать пожарную сигнализацию. Первую неделю учителя будут проводить физкультуру на открытом воздухе. Полноценное питание школьники получат уже с понедельника. Столовая соответствует всем требованиям и стандартам. Раздельные холодильники, горячие и холодные цеха, кондитерские, а также отдельная зона для мытья и хранения посуды. Благодаря усилиям родителей, неравнодушных людей, которые есть еще у нас, слава Богу, в Анапе. Это бывшие наши родители, наши ученики уже, которые помогают в школе. И мы готовим каждый раз школу к новому учебному году. Ну, я считаю, что вся школа готова. Остались такие вот легкие штрихи, там, домыть окна, довесить шторы. С первого числа прийти на праздник, а с третьего начать учебный полноценный год. Четвертая школа вошла в число лучших общеобразовательных учреждений Краснодарского края. В этом году они примут более 2600 учеников. Первого сентября состоится торжественная линейка и пройдут первые классные часы. А с понедельника начнутся полноценные занятия. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.